На этом супер-секретном мега-заводе создается уникальный автомобиль. Мастера собирают вручную машину, которую считают настоящим произведением искусства. Их цель – не заработать. Эта машина должна вывести марку стоимостью в миллиард долларов на новый уровень. Мега-заводы, супер-автомобили. Lexus LFA. Японская марка Lexus делает ставку на роскошь, рекламируя свои машины как элегантные, тихие, высокотехнологичные и экономичные. Теперь логотип Lexus появился на совершенно ином автомобиле – LFA. Агрессивном, громком, динамичном. Самый высокооборотистый серийный V10. 325 километров в час. Lexus никогда не производил ничего подобного. Марке Lexus всего чуть более 20 лет. Крупнейшая компания-автопроизводитель в мире Toyota создала эту марку с целью конкурировать с другими марками класса люкс, Mercedes-Benz, BMW и Jaguar. Это сработало. Lexus сегодня одна из самых продаваемых марок класса люкс в США. Но сейчас компания приняла решение несколько оживить марку. Главный инженер Танахаши Харухика – автор этой идеи. В LFA видны страсть, эмоциональность, не присущие предыдущим машинам Lexus. Нашей целью было развитие марки в этом направлении. Вот как был создан этот автомобиль. Танахаши уверен, что эта марка может олицетворять нечто большее, чем просто роскошь. Я хотел создать новый спорткар, способный конкурировать с авторитетами европейских так называемых суперкаров. Porsche, Ferrari, Lamborghini. Который показал бы им, что мы, японцы, тоже способны создать нечто подобное. Это риск. Компания никогда прежде не выпускала ничего подобного. Ее репутация зависит от успеха автомобиля. Главный инженер Танахаши делает шаг в неизвестность. Он должен с чистого листа создать автомобиль, команду рабочих и сам завод. Мне была предоставлена свобода действий, и там, где не было готовых решений, я находил выход. Найти завод в Японии несложно, если ты представляешь крупнейшую компанию страны. Компания Toyota настолько велика, что у нее есть даже собственный город, Toyota City. Из 15 заводов компании 10 располагаются в этом городе или недалеко от него. Среди них сборочный завод Матамачи. Компания переоборудовала два ничем не примечательных корпуса этого мегазавода под сборку LFA. Затем из 50 тысяч рабочих Toyota в Японии были отобраны 175 человек. Все работники, собирающие LFA, ощущают себя мастерами, а не простыми операторами сборочного конвейера. Этих специалистов называют такуми, искусными мастерами. Таким званием жалуют лишь самых квалифицированных и умелых рабочих. Все рабочие здесь, на LFA Works, стремятся к достижению совершенства. Подходит к этой задаче с подлинным самурайским духом. Ямонако Шигеру, управляющий сборочной линией нового Лексуса LFA Works. Своей репутацией специалиста по организации слаженной работы рабочего коллектива он обязан древней японской традиции – бейсболу. До этого я работал менеджером бейсбольной команды Toyota Motor Company, в которой играли люди с разных заводов. Именно потому, что я справлялся с организацией работы команды, я был назначен управляющим этого производства. Чтобы достичь своей цели создания нового автомобиля, этот тесно спаянный коллектив использует современнейшие инструменты и материалы. Самым важным из этих материалов является углепластик. Применение углеволокна определяет характеристики автомобиля. Этот материал в пять раз прочнее стали, и при этом на четверть легче нее. Он используется как в болидах «Формула-1», так и в авиакосмической промышленности. Компания Toyota даже производит собственное углеволокно. Прямо здесь, на заводе. До сегодняшнего дня ни одна съемочная группа не получала доступа на это сверхсекретное производство. Сначала из простых нитей углеволокна с помощью автоматической ткацкой машины изготавливается полотно. Затем эта ткань с помощью температуры давления поликарбонатной смолы и трудоемких процессов превращается в основу автомобиля, называемую ванной. Основание рамы собирается как трехмерная головоломка. Сборка начинается с создания пола. Для его изготовления на матрицу накладываются точно вырезанные элементы из углеволоконного полотна. Затем умелые такоми разглаживают гибкую ткань по матрице. Эта деталь станет туннелем в полу кузова, в котором будет проходить карданный вал и выхлопные трубы. В сложных местах, вроде этого, полотно неизбежно расплетается и выглядит не очень опрятно. В таких местах наши рабочие действуют так же аккуратно, как при работе с шелком. Кроме того, рабочие носят маски, чтобы не вдохнуть опасные для жизни волокна. В начале рабочим было очень непросто работать с этим материалом, но этот труд облегчило использование утюгу. Чтобы закрепить форму готовой детали, ее подвергают термической обработке. А затем она закрепляется на оправке с семью другими деталями пола и отправляется под пресс, развивающий давление в тысячу тонн. В оправку закачивается клееподобная смола и вся конструкция запекается в течение восьми часов при температуре сто тридцать градусов. Под действием давления и температуры смола застывает, соединяя элементы и получается готовая панель пола автомобиля. В 2000 году концепт суперкара мирового уровня существовал лишь в сознании одного человека. Без особых ожиданий я обсудил эту идею с небольшой группой людей из верхушки компании, и они сказали, давай попробуй. Получив разрешение на продолжение работы, Танахаши собрал вокруг себя группу инженеров и они начали решать основные инженерные задачи. Вначале мы планировали сделать кузов из алюминия, но Танахаши в восторге от возможностей, которые дает углеродное волокно. Во время разработки суперспорткара я действительно хотел использовать углеродное волокно, если бы была такая возможность. Но у этого чудо-материала есть свои недостатки. Он очень дорогой, и компания никогда не использовала его в создании своих автомобилей. Несмотря на эти серьезные проблемы, Танахаши удалось добиться своего. в 2005 году мой босс сказал, почему бы не использовать углеволокно. И тогда я решил использовать углепласть. Это смелый шаг. Всем участникам проекта придется работать с материалом, опыта обращения с которым нет ни у кого. Рабочие имели дело с углеродным волокном впервые в жизни, и работать было сложно. Такоми возвращаются с обеденного перерыва на современнейшее углеволоконное производство. Они очищают себя с помощью пылесосов, чтобы удалить все посторонние частицы, прежде чем зайти в сверхсекретное герметичное помещение. Здесь с помощью сложнейших технологий создается большая часть центральной секции основания рам автомобиля. Автоматический лазер вырезает из углеволоконного полотна, пропитанного липкой смолой сотни отдельных элементов. Затем Такоми выкладывают эти элементы на матрицы в некоторых местах до 20 слоев. Это будущая правая панель. Рабочие используют фен, чтобы повысить температуру материала и слегка растопить смолу для его укладки на место. Клейки и элементы прилипают друг к другу, а любые пустоты удаляются путем помещения детали в вакуумный мешок, сжимающий все слои. Панель перевозится на другой конец завода и загружается в автоклав. Всю ночь она будет запекаться при температуре 150 градусов, благодаря чему смола затвердеет и получится ультрапрочная и ультралегкая панель. Такая же панель из алюминия была бы в два раза тяжелее. Экономия веса – главное устремление всех инженеров, проектирующих автомобиль. Меньше веса и больше мощности приводят к улучшению скоростных характеристик, а скорость – основная характеристика суперкара. Кузов LFA на 65% состоит из углеволокна, что позволяет машине разгоняться с нуля до 100 километров в час за 3,7 секунды. Если бы кузов был выполнен из алюминия, он был бы на 100 килограммов тяжелее, все равно, что на заднем сидении сидел бы борец Сумо. Сейчас общий вес машины составляет всего 1400 килограммов. На заводе в закрытом помещении особая машина создает две важнейшие детали для завершения сборки основы рамы автомобиля. Продольным брусьем крыши закрепляется лобовое стекло. Кроме того, они защитят водителя в случае, если машина перевернется. Этот специально созданный круглоткацкий станок плетет углеволоконные брусья в трех измерениях. Устройство использует лазеры для контроля подачи углеродных волокон на 144 бобины. Они оплетают волокном сверхсекретную автоматизированную матрицу, подаваемую через центр станка. Матрица перекрестно оплетается дважды, чтобы брус получился прочнее. Система не зря имеет собственный центр управления. если что-то пойдет не так, даже при малейшей неполадке, форма мгновенно искривляется, поэтому оператор постоянно следит, чтобы не допустить этого. Брус нагревается и дополнительно пропитывается смолой для завершения его превращения из гибкой трубки в твердый, как камень, брус. можно подумать, что он тяжелый, но на деле его вес всего 2 килограмма. Основание рамы закрепляется в еще одной сверхсекретной оправке. Сначала на каждую деталь робота и рабочий наносят сверхмощный клей, называемый эпоксидной смолой. Отдельные детали переносятся на оправку и закрепляются. Вытяжные заклепки обеспечивают точность взаимного расположения деталей. Чтобы эпоксидная смола затвердела, оправка отправляется в печь и запекается в течение 60 минут при 60 градусах Цельсия. Готовая основа рамы получается настолько прочной, что служит как структурным центром автомобиля, так и удара прочным каркасом безопасности на случай, если машина попадет в аварию. Теперь задача Мацумото Кенга, главного дизайнера LFA, создать автомобиль, кузов которого был бы настолько же технологичен, насколько и элегантен. Для нас важно, чтобы в дизайне автомобиля прослеживались аэродинамика, контроль нагрева и обтекание потоком воздуха. В обычном автомобиле двигатель охлаждается с помощью расположенного впереди радиатора, холодный воздух на который поступает через переднюю решетку. У LFA все иначе. Переднее пространство используется для других целей, поэтому охлаждающая жидкость от горячего двигателя подается на два радиатора, установленные за задними колесами машины. Мацумото нужно придать автомобилю такую форму, чтобы холодный воздух поступал к этим жизненно важным компонентам. Контроль потока воздуха осуществляется путем установления нужного угла между зеркалом заднего вида и линией салона. Воздух проходит мимо кабины и попадает в воздухозаборник заднего радиатора. Эта форма не просто для стиля. Воздухозаборник специально устроен здесь у основания стекла. В результате получилась система, способная охладить двигатель даже в самых сложных условиях на трассе. Мы на производстве ЛФА Воркс сейчас 8.45 утра. Такуми разминаются перед предстоящей восьмичасовой сменой. Их первая задача встретить кузов автомобиля, пребывающий на линию после 15 дней сборки в углеволоконном цеху за углом. В сборочном цеху кузов автомобиля пройдет через 4 участка. Общей сборки, участок шасси, окончательной сборки и отладки. Для создания Лексуса ЛФА требуется 15 тысяч деталей. Первые из них устанавливаются здесь, на участке общей сборки. Всего в нескольких метрах отсюда такуми собирают силовой агрегат и подвеску. Силовой агрегат состоит из трансмиссии, трубы карданного вала и самое важное V-образного 10-цилиндрового двигателя объемом 4,8 литра. Расположение двигателя в машине является решающим. Я хотел, чтобы машина была вокруг людей внутри, а в случае суперкара, в котором люди главное оптимальным решением является расположение двигателя позади переднего моста. При такой компоновке двигатель располагается между водителем и передними колесами автомобиля. В этом случае коробка передач находится в задней части, водитель в центре и это обеспечивает ощущение баланса при вождении. Это делается с целью максимально улучшить управляемость автомобиля. Но подобная компоновка крайне ограничивает пространство, доступное для установки двигателя. Данахаша столкнулся с проблемой. Необходим двигатель определенного размера, достаточно компактный, но при этом он должен быть мощным. Данахаша требуется небольшой двигатель, который поместился бы в ограниченном пространстве моторного отсека, но при этом ему нужна мощность большого двигателя, ведь мощность означает скорость. И это еще не все. У вас тоже от высокого звука двигателей Формула 1 мурашки по коже. Мне хотелось добиться такого же звука в Lexus LFA. Лишь высокооборочистый V10 обеспечивает подобное сочетание мощности и звучания, но традиционный V10 слишком велик для такой компоновки. Lexus никогда прежде не делал ничего подобного. Серийные марки машины имеют 6-8 цилиндровые двигатели, созданные специально для обеспечения бесшумной работы, и этот V10 должен стать их противоположности. Мы производим мотоциклы. Мы понимаем, что одной мощности для машины недостаточно. Для спорткара важна компактность и легкость. Ямаха работала с Тойотой в сфере создания мощных легких двигателей и автомобилей. Легендарная 2000 GT, звезда фильма о Джеймсе Бонде «Живешь только дважды» и первый настоящий японский спорткарт был первым плодом их сотрудничества. Возглавляемая Акамото Такамитсо гуру в сфере двигателей компании. Команда ставит перед собой амбициозную цель создать атмосферный V10 размером с традиционной для Лексуса V8 и весящей как V6. Я хотел создать нечто отличающееся от любого другого двигателя суперкара. Обычно инженеры используют турбины для увеличения мощности небольших двигателей, чтобы достигнуть мощности V10. Но турбины не обладают быстрой реакцией, скоростью разгона и звуком атмосферного V10. однако с помощью мотоциклетных ноу-хау Yamaha самых легких металлов и благодаря переработке начинки двигателя Akamoto создает шедевр инженерного искусства нетурбированный компактный V10 подходящий для переднего расположения и с минимальным весом. Двигатель начинает свою жизнь на заводе Toyota в Миоши в виде расплавленного алюминия. Алюминий отливается в трехмерную форму из пропитанного смолой песка. Она собирается из 37 отдельных блоков, на придание формы которым уходит неделя. Блоки собраны и форма готова к заливке. При температуре 750 градусов по Цельсию с поверхности расплавленного алюминия удаляются примеси. Жидкий металл заливается в форму, а вредные газы удаляются с помощью вытяжки. Два часа спустя, когда металл остынет, песок удаляется с помощью молотка и на свет появляется цельный алюминиевый блок двигателя. Он отправляется на завод Хонша в Тойота Сити в сверхсекретный цех разработки двигателей для Формулы 1. Это производство закрыто для посторонних. Войдем внутрь. Вы готовы? Пошли. Сюда ни разу не допускали съемочные группы. Десять лет Тойота тратила большие суммы, участвуя в соревнованиях Формулы 1, но не добилась ни единой победы в 139 Гран-при. Но в 2009 компания отказалась от участия и это сверхсовременное производство теперь простаивает. Для команды LFA эта возможность оказалась слишком заманчивой, чтобы ее упускать. Близкие параллели с двигателями Формулы 1 сделали это производство идеально подходящим для их нужд. На этих автоматических станках стоимостью в миллионы долларов грубые отливки блоков двигателей обрабатываются, сверлятся и полируются и выходят из них в виде идеально соответствующих спецификаций деталей. Затем роботы передают эстафету людям. В герметичном помещении такуми обрабатывают все острые края с помощью точных полировочных инструментов. двигателями двигателями такоми собирает готовые блоки двигателей проверяя, чтобы все компоненты подходили идеально. Эти блоки и болты останутся вместе на всю жизнь. В разобранном виде они отправляются на завод компании Yamaha Vivata City в 90 километрах к юго-востоку от Toyota City. Здесь цех сборки двигателей и доводят одержимость до новых высот. Как можно предположить, сетки для волос и шлюзы предотвращают возможность внесения посторонних частиц. Но и в самом цеху поддерживается постоянная температура и влажность, чтобы гарантировать, что во время сборки все детали двигателя находятся в одинаковом состоянии термического расширения. Это больше похоже на лабораторию, чем на мастерскую. 2200 деталей двигателя разделяются на 61 комплект для сборки по порядку номеров. Здесь работают четверо высококвалифицированных такоми. Каждый отвечает за сборку одного двигателя от начала до конца. Чтобы избежать ошибок, они следуют инструкциям на экране. На сборку одного двигателя уходят два с половиной дня. Каждый из собранных вручную двигателей подписывается такоми. Прежде чем этот шедевр хотя бы приблизится к автомобилю, он полдня подвергается изнурительным испытаниям в помещении рядом со сборочной линией. Получившийся двигатель объемом 4,8 литра настолько чувствителен, что набирает 9000 оборотов всего за полсекунды. Это означает мгновенный разгон на любой передаче. У этого двигателя превосходная чувствительность и больше оборотов, чем у любого другого мотора, который можно купить. Время реакции настолько быстрое, что успеть за ним может лишь цифровой тахометр. И невозможно ни с чем спутать звук высокооборотистого двигателя. звук олофей уникален. Стоит его услышать и забыть невозможно. Чтобы добиться звука, на котором настаивает Танахаши, вновь требуется помощь специалистов Ямахи. Мы также производим музыкальные инструменты, так что когда речь заходит о технологии звука, мы обладаем определенным ноу-хау. Хонжи Яшиказу одержим звуком. Думаю, отношения между суперспорткаром и его водителем напоминают отношения между музыкантом мирового уровня и его инструментом. Когда они определенным образом играют на нем, то прислушиваются и могут извлечь другой звук еще лучше. У автомобиля есть два главных типа звука. Один звук это звук выхлопа. Вы слышите его и по нему можете определить что это за машина. Другое который нас интересует в большей степени это звук который слышит водитель. Для доводки звучания генеральному директору Yamaha Motors Маруями Хеджи пришлось переработать деталь располагающуюся сверху двигателя сглаживающий ресивер буквально перевернув с ног на голову его предназначение. Функция сглаживающего ресивера равномерно распределять воздух во все 10 цилиндров. Обычно делается все чтобы снизить шум на впуске. Мы решили пойти другим путем и использовать его для усиления звука чтобы передать этот звук водителю. Муруяма настроил камеру меняя толщину верхней поверхности ресивера и путем установки внутренних вибрирующих ребер. Эта конструкция очень напоминает деку гитары или скрипки. Инженеры перевели эти позитивные вибрации в салон с помощью звуководов. Мы использовали их для передачи низкочастотных звуков в область ног водителя и высоких звуков на уровень его ушей. Таким образом водитель оказался в центре этой системы динамического объемного звучания. Готовый двигатель перевозится погрузчиком в грузовик для доставки обратно в цеха LFA Works. Здесь будучи частью готового силового агрегата она вставляется в днище кузова направляемая лишь зорким глазом рабочего. Пора набить потроха машины. Автоматический насос заливает моторное масло, тормозную жидкость стихлодагент в подходящее отверстие под капотом. В Японии станки играют мелодию, чтобы предупредить окружающих о том, что они работают. Этот станок играет американскую народную песню. После заливки точного объема жидкости насос выключается, выключается и музыка. Девять формованных стеклопластиковых кузовных панелей машины изготавливаются на другом заводе. Этот материал прочен и легок, но заменить его в случае аварии намного дешевле, чем углепластик. Покрасочный цех находится под одной крышей со сборочной линией, но это совершенно иной мир. На заводе ЛФ окраска один из немногих производственных процессов, осуществляемых роботами. Компания считает, что они обеспечивают более однородное покрытие. Но в покрасочном цеху не прекращается и человеческая битва. Пыль главный враг краски. Если пыль попадет на покрытие, то при нагревании частицы пыли увеличатся и на покрытии образуется пузырек. Поэтому ведется постоянный контроль атмосферы и соблюдается жесткий дресс-код. Наносится до пяти слоев краски. А где не могут достать роботы, туда добираются люди. работа работа завершена. Крашенные панели высушиваются в особой камере при температуре 100 градусов в течение 50 минут, прежде чем отправиться на проверку качества. Битва с пылью продолжается. Сопла распыляют в воздухе мелкую водяную пыль, чтобы ничто не попало на идеально чистые поверхности. Контролер качества под ярким освещением замечает любые недостатки и отмечает их для устранения методом полировки. Готовые панели выкатываются из покрасочного цеха на другой конец сборочной линии и устанавливаются на ванну основания кузова на третьем участке сборочной линии называемом участком окончательной сборки. Здесь устанавливается шитый вручную кожаный салон, колеса с кованными алюминиевыми дисками и сделанными специально для этой модели шинами бридж-стол. Кажется, что рабочие делают все очень медленно, но все они работают чрезвычайно аккуратно и уверенно. Если сравнить это со спортом, то они лучшие игроки, которые всегда добиваются успеха. Каждый раз. Завод ЛФА работает как часы, хотя часов никто не наблюдает. Времени так много, потому что шеф Ямонако говорит нам, чтобы мы не торопились и работали медленно, чтобы мы знали, что созданная нами работа сделана хорошо. Он говорит, что для обеспечения качества мы можем тратить на работу столько времени, сколько нужно. это же относится и к переработке, потому что чтобы сделать что-то хорошо, можно поработать и сверхурочно. Единственное условие в день одна машина должна сходить со сборочной линии. С самого начала главный инженер Танакаши четко дал понять, что будет построено лишь 500 машин. При скорости производства одна машина в день на это потребуется всего два года, затем завод закроется. Выпуск всего 500 машин послужит позиционированию LFA как особенной машины. Мы не планируем выпускать больше. Даже при цене LFA в 375 тысяч долларов, что делает его самым дорогим дорожным автомобилем в Японии, ограниченность партии не позволит возместить расходы на разработку, использование современнейших металлов и неограниченную переработку. Думаю, тяжело будет выйти в плюс, произведя всего 500 машин. Но создавая LFA, марка Lexus повышает свою стоимость и мировую популярность. Полагаю, эта модель оставит свой след в технологиях, знаниях, работе коллектива и позволит создавать машины, которые будут радовать наших клиентов в будущем. В 2004 году, когда был создан первый прототип, главный инженер Танахаши принял смелое решение. Он хочет испытать машину на самой сложной из гоночных трасс. В Японии подходящих трасс нет. Поэтому вместе со всей командой разработчиков они отправляются на знаменитый Нюрнбург-ринг в Германии. Для нас производители автомобилей Нортшляйфе Нюрнбург-ринга настоящая автомобильная Мекка. Именно здесь была доведена наша машина. 20-километровый участок Нортшляйфе Нюрнбург-ринга пользуется славой самой сложной гоночной трассы мира. 4 года команда проверяла все инженерные решения своего автомобиля на спусках, подъемах, поворотах и прямых участках Нортшляйфа. Разработка автомобиля подходит к концу. Скоро должно начаться производство, но Танахаши хочет ускорить доводку машины. В 2008 он бросает автомобиль в непрощающий ошибок мир гонок и принимает участие в 24-часовой гонке Нюрнбург-ринга. Целью было получить больше информации для производства LFA, улучшить автомобиль в условиях реальных гонок. Жестокий эксперимент сработал. Год спустя переработанная машина добилась победы в своем классе. Танахаши наконец счастлив и в 2010 году начинается производство LFA. Затем в 2011 году начинается выпуск особого гоночного варианта LFA. Его название воздает должное трассе, позволившей создать эту машину. Именно из-за священной трассы мы назвали этот вариант машины Нюрнбург-рингская комплектация. В этой комплектации машина получила отстроенный двигатель, выдающий 571 лошадиную силу, что на 11 больше, чем у обычного. Эта дополнительная мощность требует большей прижимной силы, чтобы машина оставалась на трассе. Поэтому задний спойлер был увеличен и жестко закреплен. А левый, правый и передние стабилизаторы на переднем бампере автомобиля также усиливают прижимную силу. Более жесткая и низкая подвеска больше подходит для езды по гоночной трассе. Наконец, чтобы улучшить разгон в этой версии компьютерной трансмиссии передачи переключаются на долю секунды быстрее. Все вместе создает японский супер суперкар. Будет собрано всего 50 таких машин, на каждой из которых будет на 70 тысяч долларов больше стандартного LFA. На заводе на последнем участке сборочной линии проводится балансировка колес для обеспечения идеальной управляемости. через через три проведенных на сборочной линии дня автомобиль официально отправляется на контроль качества. Процесс оценки качества включает в себя 7000 отдельных проверок. Под специальными огнями Хаяши Кацуми проводят первые 1482 из них. Сейчас я проверяю лакокрасочное покрытие. Руками я ищу участки неравномерной окраски. Прикасаться к машине нужно нежно, как к женщине. Я делаю эту работу уже 30 лет. Если бы у меня не было жены, то женился бы на этой машине. проверки внутренних и внешних поверхностей завершены и машина готова покинуть завод. Она отправляется на завод Матамачи для дальнейшей проверки качества. Здесь она проведет ближайшие 7 дней. Тут она будет подвергнута множеству тестов от проверки спидометра и тормозов до герметичности. Отчеты заполнят 350 страниц специальных форм. Наконец, водитель-испытатель Амана на Буаке проверяет, что машина, покидающая завод, полностью готова. Машина выходит на собственную трассу Матамачи. Некоторые части кузова закрываются пленкой для защиты уязвимых участков от ударов камней. Думаю, это лучшая работа в мире. На этой километровой трассе Амана проверяет управляемость автомобиля, звук двигателя, его мощность, работу тормозов и шум от вибрации. Но управлять этой машиной каждый день опасно. Временами хочется забыть про работу и угнать машину, чтобы она была только моей. Машина готова отправиться к своему владельцу. на сегодняшний день все 500 LFA уже заказаны. Больше не будет продано ни одного автомобиля. Марка Lexus в безопасности, но Танахаши еще есть что доказывать. В 2011 году команда вновь собралась на Нюрбург ринге, чтобы внести автомобиль в Книгу рекордов. Они собрались побить рекорд для серийных автомобилей. Это шанс Нюрбург рингской комплектации доказать знатность своего происхождения. Место за рулем занимает водитель Ида Акира. Вся команда стоила на хране. Я выжимал все возможное из машины на каждом повороте. На трассе более 150 поворотов я вел машину очень агрессивно, но при этом мне удалось насладиться гонкой. Чтобы побить рекорд Иде необходимо было пройти 20 километров трассы со средней скоростью 167 километров в час. Когда я пересек финишную черту, я не представлял себе свое время. 7 минут 14 секунд. Самое быстрое официальное время для серийного автомобиля без гоночных сликов и пятое в общем зачете за всю историю. Это было просто невероятно. Один из лучших моментов моей жизни. Спорткаров много, но именно этот дает водителю действительно непосредственно ощущение управления автомобилем. Это очень волнующая машина. Машина для водителя. Возможно, этот автомобиль заставит весь мир по-новому взглянуть на Лексус. Мы разработали ЛФА. Это было новое направление. Направление эмоций, страсти и мощи. Это было нечто новое для Лексуса. Этот мегазавод способен изменить процессы создания всех автомобилей Лексус. Мы не отступали перед лицом множество проблем и производственных задач. Мне очень хотелось бы увидеть следствие их решения, как видимые, так и невидимые в машинах будущего. Программа озвучена студией АркТелетекс, читал Александр Гаврилян. Редактор Продолжение следует...